В эфире специальный выпуск новостей. В студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Телеканал ЛРТ приветствует всех в этот торжественный день. День Победы. Победы, которая 76 лет назад была выстрадана миллионами людей, неимоверной жертвой героического поколения, избавившего мир от фашизма. Мы всегда будем помнить этот подвиг и будем благодарить ушедших, ныне живущих участников войны, тружеников тыла, детей войны и тех, кто отстаивал мир в подполье. С Днем Победы. И сейчас коротко о том, что подготовили наши корреспонденты к этому выпуску. У Вечного Огня почтили память героев и возложили цветы. Курская битва, Дашиды Берлина и свою подпись оставили на Рейстаге. Таких людей на весь Советский Союз были единицы. Поэтому здесь живая история у Ливана. Люберцы присоединились к всероссийской акции «Звонок ветерану». В Ливан существует такое негласное поверье. Летчики не умирают. Они улетают на небо и оттуда наблюдают за нами. 9 мая в округе открыли мемориальную доску летчику-истребителю Георгию Новикову. А здесь разрешили. Все стреляли. Вот так. Вот так встретил Победу. Подарок ветерану. В рамках областного проекта «Газовая безопасность» Люберчанину вручили новую газовую плиту. В честь 76-й годовщины Великой Победы жители городского округа Люберцы собрались сегодня у мемориала «Вечный огонь». Здесь участники встречи возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания. Памятник воину-освободителю в Люберцах установлен в мае 2010 года, к 65-летию Победы. Он воздвигнут в память о Люберчанах, не вернувшихся с полей сражений. В годы войны более 50 тысяч жителей округа ушли на фронт. Почти 18 тысяч погибли. 9 мая к Вечному огню приходят сотни горожан и гостей округа, чтобы почтить память тех, кто защищал родину. Минута молчания. Цветы к мемориалу «Вечный огонь» возложили и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы, члены партии «Единая Россия» Игорь Каханы и Дмитрий Дениско, ветераны войны, труженики тыла, учащиеся Люберецких школ, кадеты. В этом году акция «Бессмертный полк» вновь проходит в формате онлайн. Несмотря на это, некоторые люберчане пришли к Вечному огню с портретами своих героев. Федюнин Алексей Федотович. Совсем молодым мальчишкой он попал в 17 лет на Курскую дугу. Ну, воевал. В 47-м году он приехал в Москву, восстанавливать Москву. Работал шофером. В Москве знает каждую улочку, каждый переулок. А потом уже работал на Панковском ремонтном механическом заводе. Хотел стать летчиком, но у него один глаз был минус единица. Его летчиком не взяли, взяли связистом. Прошел в Ташкенте курсы подготовки на связистов. И был переброшен осенью 41-го года в октябре под Москву. Закончил войну в Австрии, в городе Грац. Всех поздравляю с великим праздником. Праздником 9 мая – это день победы. Победы наших прадедов, дедов, наших бабушек. Праздник бойцов именно тех времен. Григорий Ворванин, Айташ Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Георгий Иванович Новиков. Это имя в Люберцах знают многие. И представители старшего поколения, и молодежь. Уже больше года ветерана Великой Отечественной войны нет с нами. Но память о героям живет в сердцах людей, которые знали его. Я сидел в самолете по первой готовности. И мне, значит, в наушники кричат «Всё, вылезай, победа!» Вот я вылез, все ликуют. Очень радостный, конечно, день был. Народ долго ждал этого. Вот поэтому этот день, конечно, незабываемый. Для Георгия Новикова 9 мая всегда был особенным днём. Ещё бы, ведь он один из тех, кто знает, какой ценой досталась победа. На счету героя 54 боевых вылета. Лётчик-истребитель первого класса не проиграл ни одной схватки с врагом. На войне всякое бывает. Не бывает гладко. Бывает и то, бывает и другое. Важен финал. А финал был блестящий. И фашистская гадина была раздавлена в собственной берлоге. Он никогда не сидел на месте. Активно участвовал в жизни посёлка Красково и в целом городского округа Люберцы. Вот кадры, где ветеран сажает дерево во время патриотической акции «Лес Победы». Иногда героя фронтовика можно было увидеть на сцене Дворца культуры. На праздничных концертах он любил исполнять песни военных лет. Песня и жизнь продолжает. Это хорошо, кто поёт. В 90 лет Георгий Новиков стал увлекаться фотографией. Семья ветерана бережно хранит альбом с его снимками. Он умел находить прекрасное во всём. Зимний вид из окна, осенняя природа в парке или цветы во дворе дома. Всё это оказывалось в объективе его любительского фотоаппарата. Но всё-таки главным детищем фронтовика была работа в Совете ветеранов. О ней он думал даже в последние дни своей жизни. Свяжи меня с Галиной Константиновной. Я ей скажу, что там в Совете ветеранов надо сделать. Представляете? Господи, боже мой, тут уже не до неё, не до Совета ветеранов. А он переживал. Папа всю свою жизнь прожил под лозунгом «Движение – это жизнь». Не только спортивное. Это футбол, теннис, велосипед. Он на велосипеде ездил почти до 90 лет. 19 февраля 2020 года Георгий Новиков покинул этот мир. Его уход из жизни – большая потеря. Не только для семьи ветерана, но и для всего городского округа. Говорят, что человек жив, пока жива память о нём. Если верить этой фразе, то Георгий Иванович будет жить вечно. Потому что таких, как он, не забывают. Георгий Иванович Новиков запомнился и в своей дружной семье, и среди тех, кто с ним общался хотя бы единожды, как жизнерадостный и добрый человек. Он любил исполнять песни не только дома, но и на концертах. Имя лётчика-истребителя теперь увековечено и на фасаде дома, где он прожил последние 11 лет. На торжественном открытии мемориальной доски побывали мои коллеги. День Победы начался у жителей Краскова возле дома 20-1 по улице 2-я Заводская. Именно здесь жил председатель Совета ветеранов посёлка Георгий Иванович Новиков. Этот пост он занимал 16 лет. Служил своему делу верой и правдой. Дед никогда не рассказывал об этих ужасах военных. Но при этом он всегда проводил работу как с нами, так и в школе, именно воспитывая патриотический дух. Мы выросли на том, что Родину надо любить, что надо быть благодарным своим корням для того, чтобы дать старт будущим поколениям. Георгия Ивановича хорошо знает не только его семья. Имя лётчика-истребителя первого класса, почётного ветерана Подмосковья, всегда было и остаётся на слуху. Все, кто так или иначе общался с Георгием Ивановичем, он получал удовольствие от общения и веру в хорошее, доброе. Я никогда не видел Георгия Ивановича, чтобы он был где-то в унынии. У него всегда на любые вопросы были ответы, на любые проблемы были решения. Георгия Ивановича мы все помним, все любили, все отмечали его позитивный настрой, настрой на жизнь. В авиации существует такое негласное поверье. Лётчики не умирают. Они улетают на небо и оттуда наблюдают за нами. Теперь он будет наблюдать не только с небес, но и с памятной таблички, установленной на фасаде дома. Право открыть её предоставили главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому и сыну героя фронтовика Владимиру Новикову. Я хочу поблагодарить администрацию района города, Совет ветеранов за ту память, которую они хранят и будут хранить о моём отце. Во время возложения цветов к памятной доске прозвучала одна из любимых песен Георгия Новикова. Знакомые и близкие ветерана вновь услышали золотой голос Краскова. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К всероссийской акции «Звонок ветерану» присоединились и Люберцы. Представители власти связываются по телефону или видеомессенджеру с участниками Великой Отечественной войны, чтобы поздравить с Днём Победы и ещё раз поблагодарить за мужество и героизм, проявленные в те страшные годы. Персональное поздравление от главы Люберец Владимира Ружицкого приняла ветеран войны Ольга Волкова. Наша съёмочная группа наблюдала за их беседой. В таком формате Ольга Ивановна готовится принимать поздравления впервые. Разобраться с техникой и подключить соединение помогли волонтёры. Но в первую очередь они преподнесли подарки в честь самого главного праздника в её жизни. По ту сторону экрана по видеосвязи подключается глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Цель разговора не только поздравить с Днём Победы, но и узнать, в какой помощи нуждаются люди, подарившие мирное небо. У нас конкретный фронтовик. Я посмотрю вашу биографию. Курская битва, дошли до Берлина и свою подпись оставили на Рейстаге. Таких людей на весь Советский Союз были единицы. Поэтому здесь живая история, Ольга Ивановна. Поэтому я искренне хотел бы вас поздравить с праздником Победы, потому что это ваш праздник. Может быть, мы чем-то вам, может быть, полезно, может, что-то надо вам чем-то помочь. Возможно, к нам какие-то вопросы. Какие могут быть вопросы? Я довольна, что вы какое-то внимание ко мне уделяете. Я очень довольна вами. Я сегодня просто не забуду этот день никогда. Огромное спасибо всем, что вы помните о нас, о ветеранах войны. Не обошлось во время беседы и без тяжёлых воспоминаний. В 43-м году Ольга Ивановна была студенткой медицинского техникума. 16-летнюю девочку отправили на фронт оказывать помощь раненым. С четверых перевязала, пятого стала оттаскивать. И мне прям пуля в ногу попала, кость пробила. Это на границе Польши. За годы войны Ольга Ивановна Волгова неоднократно становилась свидетелем страшных сцен и не раз спасалась от смерти. Долгожданную победу она встретила в Варшаве. С тех пор считает 9 мая своим вторым днём рождения. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Поём всем домом. Во дворах округа звучат патриотические песни. Творческие агитбригады Либерецкого дворца культуры поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и поют под их окнами. К поздравлениям героев страны присоединилась наша съёмочная группа. Впереди десятки адресов. По одному из них проживает Владимир Ялин, участник войны. Выйти на улицу из-за проблем со здоровьем не может, поэтому поздравления принимает, сидя на балконе. 22 июня 1941 года фашисты вторглись на территорию Советского Союза. А уже 23 июня Владимир Фёдорович получил повестку. Отучившись, попал в лётные войска. День Победы встретил в Польше. 2 числа сделали последний вылет мая на Савинемюнде в Прибалтику и закончилась война. Последние 50 лет живёт в Люберцах. Поздравить ветерана приехали сотрудники Дворца культуры и волонтёры местного отделения партии «Единая Россия». Герой страны Виктор Волчков воевал в лыжном батальоне. Его сосед по дому – Игорь Авдеев. В 1943 году юношей он прошёл курсы снайперов. Но в 1944-м пришлось демобилизоваться. Получил тяжёлое ранение. Вадим Мальцев на фронт попал в первый год войны. После службы написал книги с воспоминаниями о страшных событиях того периода. «Ещё раз! Треекратные! Ура! Ура! Ура!» Поздравлять ветеранов под их окнами начали в 2020 году. Выбрали такой формат, чтобы сберечь здоровье героев, но не оставить их без внимания. Накануне главного праздника Управления социальной защиты населения и комплексный центр социального обслуживания и реабилитации городского округа организовали для наших ветеранов торжественное мероприятие. Когда началась война, Юрий Орехов был ребёнком. Он до сих пор помнит испытания, выпавшие на долю советского народа. Сейчас, возглавляя совет ветеранов, лично знаком с каждым участником Великой Отечественной. На территории городского округа проживает около ста ветеранов. И когда у них спрашиваешь, ну вот расскажите, как, пройдя такие тяжёлые годы своей жизни, вы дожили до таких лет? И они всегда отвечают, май для нас самый тяжёлый в жизни месяц. Потому что в этот месяц мы вспоминаем тех, кого потеряли в годы войны. Год назад из-за ограничений, связанных с пандемией, встречу, посвященную 75-летию со дня победы, провести не удалось. Зато сейчас ветераны, труженики тыла, дети войны вновь встретились, чтобы вспомнить май 45-го. С огромным удовольствием ходят на наши мероприятия, потому что они получают удовольствие от общения, от внимания, от доброты, теплоты и участия к нашим ветеранам. С Днём Победы ветеранов поздравили депутаты Московской областной думы и Совета депутатов городского округа Люберцы. В этот день хочется вам всем поклониться, и участникам Великой Отечественной, и участникам боевых действий, и труженикам тыла, потому что без тыла невозможно было бы воевать. Это и оружие, и снаряды, и техника, которую делали наши заводы, и люди трудились по 14-16 часов в смену. Поэтому тоже низкий поклонник. В отец Совета депутатов, в отеца председателя Совета депутатов Сергея Николаевича Антонова, поздравляем вас всех с праздником Победы. Эта Победа, она общая, и эта Победа, она останется в сердцах до конца жизни всех наших потомок. Завершилась встреча праздничным концертом. Его подготовили творческие коллективы округа. Григорий Ворванин, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. С Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравил глава городского округа. Владимир Ужицкий вручил подарки и пообщался с героями страны. Подробности смотрите в нашем сюжете. Здравия желаю, Анатолий Михеевич. Самого доброго пожелания. Глава городского округа приветствует Анатолия Зинина. Юношей он попал на фронт. Зенитные войска. В 1944 году. Сразу отправили в Польшу. Там Анатолий Михеевич и встретил победу. Демобилизовали фронтовика только в 1951 году. В Краке, в Польше, была вся разгрузка войск. Так что нам пришлось там остановиться. Весь полк распределили по цвочкам. Вот пять батареек. Сразу после службы приехал со своей женой в Люберцы. Здесь у них родились дети, внуки и правнуки. По соседству с Анатолием Михеевичем живёт другой ветеран Великой Отечественной. Владимир Мещенин. К нему тоже зашёл глава городского округа. Если кто-то видит, что рядышком проживает ветеран, есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, значит, звоните, пишите, потому что мы должны наших ветеранов окружить вниманием, заботой, и чтобы они понимали, что они нужны, они востребованы. Это продлит их жизнь. Подарки ветеранам вручили не только от администрации Люберец, но и от местного отделения партии «Единая Россия». Айтад Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новая газовая плита, система автоматического контроля загазованности и бесплатное техническое обслуживание. Такой комплект подарков получил ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Сурен Абиян. Акция «Газовая безопасность», инициированная Госжилинспекцией Московской области в честь Дня Победы, дошла до Люберец. Подробнее у нашего корреспондента. На фасаде дома 365 по Октябрьскому проспекту повесили большую георгиевскую ленту. С 1954 года здесь живет ветеран войны, труженик тыла Сурен Абиян. Сегодня в его квартире многолюдно. Есть повод поделиться воспоминаниями о том самом дне, когда впервые прозвучало заветное слово «Победа». И тут же пошли эти выстрелы из постов, часовые стреляли вверх. Обычно за каждый выстрел, за каждый патрон отчитывается. Без начальства, значит. А здесь разрешили, все стреляли. Вот так. Вот так стреляли победу. Пока в гостиной хозяин принимает поздравления, на кухне ему устанавливают новую плиту. Неисправность старого оборудования обнаружили сотрудники управляющей компании. К великому празднику Дню Победы ежегодно социальные службы предоставляют перечень ветеранов. Управляющие компании обходят непосредственно каждого ветерана для выявления потребностей, которые необходимы ветеранам. Было выявлено, что газовая плита, которая была здесь установлена, она уже в эксплуатации более 20 лет. Плита практически пришла в негодность. В придачу к новой плите система контроля загазованности. При утечке газа специальный датчик даст сигнал. Он же автоматически отключит его подачу при нештатной ситуации. Эта система очень нужная, потому что при утечке газа, как мы видим здесь в городе Люберцы, мало кто обращается, мало кто видит, особенно ветераны и пожилые люди. Поэтому вот сейчас по распоряжению министерства ЖКХ, по рекомендации мы устанавливаем это оборудование. С ветераном заключили договор на бесплатное техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. В исправности новой плиты Сурен Леонович убедился лично. Всё отлично. Отлично работает. Всё чисто. Ну и вид какой-то лучше, чем то. Проект «Газовая безопасность» стартовал в Подмосковье 24 апреля. Новое оборудование установили ветеранам и труженикам тыла из восьми городских округов. У этой акции нет срока завершения. Она будет проходить на постоянной основе. Луизей Гязырян, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершён. С Днём Победы, Люберцы! Всем нам мирного неба над головой. А в ваших домах пусть главенствуют любовь и добро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова